Несмотря на великие достижения нашего современного сложного мира, в нем сохранилось тут и там странное явление. В странах, которые в других отношениях процветают и продвигаются в технологии, есть отдельные группы людей, почти не задетых цивилизацией и прогрессом вокруг них. Они пользуются простыми орудиями труда, перешедшими к ним от прошлых поколений. Кормят своим ртом зверей, и даже питают их грудью. Они живут почти как животные, и нам, привыкшим к другому образу поведения, как-то неприятно на них смотреть. Жестокое стягивание детских головок с целью изменения их формы считалось бы неописуемым преступлением в нашем обществе. Так же, как и обтачивание зубов или татуировка детских личик. И все же, эти вещи делаются сегодня по непостижимым для нас причинам. Непостижимо для нас и открытое заигрывание с болезнью в местах, где она стала эпидемией. Посредством разжевывания крахмалистых корней известных растений и выплевывания кашицы в ушат начинается процесс ферментации и образуются зараженные, но сильные зелья. Такие вещи обычны во многих уголках мира. Но почему они происходят? Откуда эти странные явления культуры во дни научных открытий прогресса? Эти вещи требуют исследования, изучения и объяснения. Работники научного института имени Муди посетили отдаленные уголки Земли и использовали доступные им средства для получения ответов и изучения так называемых примитивных народов, чтобы описать их странный образ жизни. Их духовные кошмары. Жизнь во власти колдунов. Жизнь, которая висит на волоске из-за междуплеменных войн, междусемейной вражды, недоедания, болезни. И чем больше мы изучали этих людей, тем больше мы задумывались над тем, как назвать их. Как назвали бы вы их? Это ли благородный дикарь? Или идиллическая пасторальная сцена? Назвали бы вы их примитивными? Это распространенное мнение и было таковым с 18 века. Но подумайте, что подразумевается под этим? Называя этих людей примитивными, мы имеем в виду, что они то, чем мы когда-то были, и непременно станут с течением времени тем, чем мы есть сегодня. Далее подразумевается, что их развитие было задержано каким-то фактором в их среде, как, например, климатом, бедностью, болезнью. Иными словами, называя этих людей примитивными, мы имеем в виду, что они застряли на одной стороне водоворота и временно удержаны от прогресса, о котором многие думают, что он неизменно сопровождает поток времени. Но так ли это? Выдержит ли такое понятие испытание? Подвергнем же его испытанию. В штате Чиапас, в джунглях Южной Мексики, близ границы Гватемалы, есть племя людей под названием Лакандоны. Когда-то Лакандонов считали в числе наиболее примитивных народов Земли. Так что мы поставим себе вопрос, начинают ли эти люди свой долгий подъем к цивилизации? Задержало ли их развитие среда? К счастью, информация об этих людях доступна в наши дни. Их язык изучен, их обычаи, физические черты. И знатоки соглашаются в том, что Лакандоны прямые потомки когда-то великого и славного народа майя. Они живут теперь там, где жили их предки столетий назад. Они говорят почти на том же языке. Их религия искажена, но они все еще считают святыней руины древних городов майя. Было время, когда сотни этих городов были разбросаны по всей Центральной Америке наряду с тысячами более мелких селений. Такие города, как Чикал, города, которые процветали, когда Помпея была погребена под пеплом. Цивилизация майя возникла, возможно, еще в 15 веке до нашей эры, но ее культура достигла своей кульминации между 4 и 10 веками нашей эры. Она включает страны, известные сегодня под названиями Эль-Сальвадор, Гондурас, Кватемала и Британский Гондурас, Мексиканские штаты Чаапас, Табаско и Юкатан. Руины цивилизации майя были найдены почти на всей этой территории. В лучшем случае развалины подобно последним страницам учебники истории. Они ничего не говорят нам о начале и дают только намек на славу, которая, по-видимому, принадлежала им когда-то. Народ майя создал архитектуру, которая занимает высокое положение в цивилизации людей. Эти люди были не только превосходными архитекторами, но также и компетентными математиками и астрономами. На протяжении сотен и, пожалуй, даже тысячи лет майя ввели самые подробные и точные записи движений Солнца, Луны и планет. Думали вы когда-нибудь о том, что нужно для аккуратного предсказания места времени солнечного затмения? Это очень трудное дело, которое майя освоили в совершенстве тысячи лет назад. Дрезденский кодекс, один из немногих сохранившихся манускриптов майя, является табелем солнечных затмений на 23-летний цикл времени, которым можно было пользоваться снова и снова. Но что может быть еще более поразительно, это то, что они могли рассчитывать синодический период Венеры лишь с неточностью менее 1,4 доли секунды в день. Те, кому знакомы крайне сложные космические махинации, не могут скрыть благоговение перед величиной такого достижения. Часть этих данных защищена на камнях. Здесь, в Старом Чечне, находятся руины храма первоначальной серии. На нижней стороне камня надпись. Фактически, это дата июль 28, 878 нашей эры. Кажется, к чему такая возня ради записи одной какой-то даты. Но эта дата включает немало важных фактов о народе майя. Прежде всего, дата говорит нечто о древности этого народа. Эта дата дает полное число дней, прошедших с первой даты в истории майя. Период равный почти четырем тысячам лет. Надпись также открывает нечто о математическом гении майя. В математике майя точки — это единицы. Палочки — пятерки. Вот это число три точки и две палочки — число тринадцать. Имея это в виду, можно легко узнать десять, два, девять, один, девять, семь. Но тут есть еще что-то. Математический принцип, без которого у нас не было бы сегодня компьютеров. В математике его называют позиционной системой. Каждый раз, когда мы продвигаемся на одно деление, мы умножаем на двадцать. Вот этот глип равен ста сорока четырем тысячам дней. Это приводит нас к величайшему достижению мезоамериканской культуры. Понятию о нуле. Западная цивилизация не имела нуля до Средневековья, пока финикеане не познакомили ее с ним, взяв его от индусов, между тем, как майя имели тысячу лет. Да, цивилизация майя была на самом деле потрясающей. Это был великий народ. Однако, среди руин мы находим и явные признаки морального разложения. Вот эти рисунки украшают стены храма Банампаке. Здесь мы видим часто повторяемую повесть о неуважении к человеческой жизни. Вот это пленники, умоляющие о пощаде, но они просят напрасно. Вождь майя говорит им, что они должны умереть. Человеческие жертвы. Сердца вырывали из человеческих тел и еще пульсирующими приносили в жертву богам майя. Каменным богам, как, например, Чакму, богу дождя, идолам, о которых со временем майя думали, что у них неутолимая жажда крови. В последние дни культуры майя вот эти идолы сделали символом обреченности. Людей убивали сотнями тысяч. В 1527 году, когда полководец Кортеза вторгся на Юкатан, он нашел разложившееся общество. С горсткой людей он захватил громадное число людей, нацию, которая распалась изнутри. И сегодня, когда мы изучаем эти последние страницы, которые повествуют нам не только о достижениях, но и о разложении, мы можем только вообразить порядок в обществе, когда оно поднималось к своему величию. Мы уже не спрашиваем сегодня, примитивен ли Лакандон. Теперь мы знаем, что он декадент, остаток когда-то великого народа. Данные свидетельствуют о том, что Лакандон движется вниз, а не вверх. И спуск его был долгим и трагическим. Но оставим теперь джунгли Южной Мексики и полетим через экватор в Южную Америку, в Перу, в страну гор Анд. Здесь, в суровом ландшафте обледенелых камней, в долинах, поднимающихся до редких высот прямо под самый верхушек гор, мы находим другую группу так называемых примитивных людей. Это Кечуа, который большей частью довольствуется рабской жизнью, заботой об имуществе других. Этих людей около пяти миллионов, и многие из них пристрастились к кокаину. Относительно этого наркотика нет двух мнений. Он разрушает тело и рассудок. Он заключает потребителя в кольцо, из которого нет выхода. Однако у Кечуа нет никакого желания освободиться от этого дурмана. Они хотят быть бесчувственными к жизни. И мы снова спрашиваем, примитивен ли этот народ? Или может быть и они декаденты? Там, где стоит сегодня город Куска, в этой же стране Перу, предки Кечуа основали центр империи, которой предстояло стать легендарной. Империя Инка, одна из самых великих цивилизаций мира. Говорят, что когда-то эта долина была восхитительно прекрасной. Золотые крыши домов блестели на солнце, и горный воздух был свеж и прозрачен. Сам город был соединен с другими областями империи сложной сетью дорог, из которых одна королевская дорога инков была длиною в 5200 километров длиннее римской дороги, ведшей из Шотландии в Юрусалим. И все это несмотря на то, что не было тогда еще ни колес, ни коней. Распространенным видом передвижения была копытца ламы и нога индейца. Он же составляет большую часть передвижения и сегодня. Большая часть современного куска построена на остатках инков. Инки строили почти полностью из камня и с такой пригнанностью, чтобы звездке не было нужды. Массивные глыбы Сак-Шухуамана были пригнаны однако другой таким образом, который свидетельствует о большом знании инженерного дела и умении. Они уцелели несмотря на то, что землетрясения деформировали почву под ними. Сак-Шухуаман был крепостью, сооруженный строителями для охраны и контроля над важным горным перевалом, ведущим город Куска. В центре крепости мы находим дополнительные подтверждения инженерного гения. Водопровод, переживший века и находящийся все еще в хорошем состоянии. мозга мы думаем, что операции мозга довольно новое достижение. Но на древних перуанских кладбищах были найдены черепа, дающие поразительное подтверждение не только о мозговых операциях, но и восстановление костей после операции. Иными словами, успешные мозговые операции производились еще до времен креста. Трепанация была удивительно хорошо развита, как хирургический прием, позволяющий удаление костей из черепа различными методами. Хирургические бронзовые инструменты были очень хорошо сделаны. Недавно один южноамериканский хирург пользовался этими инструментами. Когда пациент умер года через четыре по другим причинам, череп был тщательной исследован. Восстановление костей было налицо. Операция была вполне успешной, как и многие операции, совершенные подобными инструментами тысячелетия назад. звук ракушечных труб эхом раздается здесь в горах, как раздавался, наверное, во время древних религиозных праздников. Они напоминают нам о конце другой эпохи, о таинственной странице в истории народа инка, потому что это город Мачу-Пичу, крепость, убежище, укрытие на вершине горы. Потому, что Мачу-Пичу должен был быть изолирован от остального мира, он был так распланирован, чтобы существовать независимо. Поля спускались террасами по склонам гор и прозрачали пищу. Дождей было много. По каменным желобам вода текла ко всем домам. Фактически весь город Мачу-Пичу был из камня, который добывался в карьерах далеко в ущелье Урабамба и затем как-то доставлялся на вершину горы. И тут им щедро пользовались для постройки дворцов, храмов, домов с двускатными крышами, лестниц и, по крайней мере, в последние дни камер пыток и алтарей для принесения человеческих жертв. Камнем пользовались также для постройки перил и башен, башен, с которых охранялся город, башен, с которых можно было бить тревогу. Несмотря на то, что у инков наверное были враги, звук тревоги вряд ли был слышен часто, потому что расположение крепости почти что гарантировало ей безопасность. С трех сторон невозможно было подступиться из-за ответственных скал, спадающих вниз на 600 метров к реке Урабамба. А с четвертой стороны была гора. Но вся эта защита только делала Мачу-Пичу символом последнего убежища, потому что несмотря на его разумную организацию и значительную военную мощь, цивилизация не была в состоянии охранить себя от внутреннего распада. Не было гарантий против жажды власти между правителями и ненависти и насилия среди самого народа. И в начале 16 века разделившееся царство пало. То есть все государство, кроме Мачу-Пичу. Испанцы так и не узнали о его существовании. Группа избранных женщин, именуемых девами солнца прожили там в полном уединении после падения империи. Потом, веками, город оставался таким, каким вы его видите, немым и пустым, пока его не обнаружили в 1911 году. Мачу-Пичу таинственный памятник архитектурному гению. Строительное достижение, никогда не повторенное другой цивилизации. Но так как же Кетчуа, потомки такого цивилизованного народа? Куда же он продвинулся? Снова все данные указывают вниз, а не вверх. Единичный ли это случай? Или мы имеем дело со вселенским принципом, чем-то настолько основным, что его нельзя обойти? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно распределить технические и культурные достижения разных цивилизаций по всему периоду времени, известной нам истории. И с помощью полученных данных установить образец для средней цивилизации. В средней цивилизации происходит постепенный подъем к высшей точке достижений, за которым следует довольно быстрый распад. Сравнение отдельных цивилизаций с этим средним мерилом показывает, насколько близки они к норме. Египет страна фараонов и первым в мире централизованным правительством. Вабилон, сделавший вклад в развитие солнечных часов, гончарного колеса, свода, купола, и арки. Феникия народ торговли и источник английского алфавета. Греция родина демократии страна Пифагора Сократа Платона и Аристотеля. Рим все его хваленные легионы не могли остановить его внутреннего распада. Инка превосходный по своим организационным инженерным способностям. Майя интеллектуальный гигант Центральной Америки. Откуда этот порядок? Почему цивилизации одна за другой поднимаются до высот великолепия только для того, чтобы пережить падение? Веками считалось, что главным фактором падения цивилизации является моральное и духовное разложение. Но около столетий назад начались усиленные попытки доказать, что другие факторы о недуховном и моральном разложении сыграли главную роль. Такие факторы, как страшные эпидемии, перемены торговых путей, упадок в хозяйстве, голод, землетрясение, нарушения в экологических условиях и любая из дюжин причин, конечно, все это было виновно в падении. Да, несомненно, многие из этих факторов способствовали падению древних цивилизаций. Однако же, это ли причина падений? Интересно отметить, что когда цивилизации находятся в процессе подъема, именно вот эти самые вещи стимулируют и укрепляют, а вовсе не подавляют ее. И вот наступает время, когда цивилизации не в силах более сопротивляться, когда моральные и духовные основы, такие нужные и важные для ее процветания, начинают рушиться. И когда это происходит, любой вид бедствия может причинить падение. А одно тогда становится весьма очевидным. Мысль о том, что все движется вверх и вперед, никак не поддерживается опытом истории. Время не спаситель. К показаниям истории можно прибавить ясное утверждение Библии, безошибочного Божьего слова. Библия указывает на принцип причины и следствия, истекающий из нее связь между моральным и духовным разложением и падением цивилизации. Согласно с Библией, нации цивилизаций падают, потому что они отходят от Бога и Его законов и пытаются строить лучший образ жизни собственными стараниями. Цикл падений, видимый в истории, неизбежный результат такого поведения. Но выход все же есть. Если причина падения от падения от Бога, то восстановление обращений к Богу. Народу израильскому Бог сказал, «Если смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Божье средство помогает народам, потому что оно восполняет потребности отдельных личностей. Что такое в сущности пустые города, если не сумма отдельных пустых жизней? Паскаль, всемирно известный французский философ и математик говорил, «Каждое сердце имеет в себе пустоту, которую может заполнить только Бог. Если ваша жизнь пуста, так же пустая и необитаема, как пустые города в этом мире, обратитесь к Богу. Прямым намеренным актом воли просите Иисуса Христа, Сына Божьего, быть вашим личным спасителем и Господом, и Христос изменит все направление вашей жизни от деморализующего спуска к динамическому подъему». Иисус Христос вполне готов в этот момент наполнить вашу жизнь своей истиной и любовью. В Библии говорит тот, кто во Христе, тот новая тварь. Все древнее прошло и теперь все новое. Подумайте, что это значило бы для вас, как человека. Подумайте, что значило бы для всех нас, как нации. И только подумайте, что это значило бы для нашего мира сегодня. Редактор субтитров Корректор Корректор Субтитры создавал DimaTorzok